Вторая наша функция Краснокрестной Организации областной было, это Организация Донбассского Движения. По сути, все годы войны она была главным врачом и в послевоенный период там и возглавляла эту службу. В общей сложности Мария Федоровна 37 лет была руководителем службы Куро-Куро-Куро-Куро-Куро-Куро-Куро. Значит, мы уже знаем, как я говорил, что в Собиновском училище было перед нами вызвали донорные крови. В общей сложности 17 тысяч ярославцев стали донорами, они дали кровь 165 тысяч раз. Ну вот, в общей сложности, если это перевести, за годы войны было заготовлено 40 тонн крови. Вот представляете, вот железнодорожная цистерна 60 тонн, вот три четверти ее, это вот такой объем, колоссальный тонн крови. Все это давали люди с большим желанием, с патриотизмом, с понятием. В среднем, каждый донор где-то дал 20-22 раза свою кровь. В 44-м году правительством был увлечен медаль «Почетный донор СССР», который имел определенные льготы и имел этот час. Сейчас он называется «Почетный донор России». Так что эти традиции, заложенные в годы Великой Отечественной войны, продолжают вместе и сегодня. Кровь заготавливали в стеклянный флакончик. Вначале это были даже ампулы. Видите, у нас здесь выложена ампула. Вот, потом стеклянный флакончик. Ну, а теперь уже было, да. Это все заготавливается в пластиковые стемильные системы. Потом, значит, как после войны уже, когда встали намеренные религиозы станции пилиальной крови, начала изучать и внедрять методики переработки крови на препараты. Здесь у нас представлена сухая плазма, в которой можно донами храниться и выделять свои качества. Ну, вот. Видите, у нас, как вы представлены, есть уникальный экспонат. Смотрите, какой контейнер изотермический. В годы войны в таком контейнере отправлялась кровь на кровь. Здесь вместимость была 40 литров крови. Они, конечно, во флакончиковались, перевезли. И каждый день медицинская сестра привозила табак из зал, искала табак, который сопровождал раненых, и отправляли эту кровь для лечения больных. Так что, видите, сохранилось еще 4 раненых крови. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok